Дорогие друзья, братья и сестры, в этот утренний воскресный час мы будем читать место Священного Писания из Евангелия Атеана для нашего общего рассуждения. Я прочитаю с 21 главы, с 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Так получилось, что Петр после очень больших переживаний, в его жизни случилось падение, он отрекся от Иисуса Христа. И вот теперь они встретились, и Иисус задает ему очень конкретный вопрос. «Любишь ли меня?» Вот на этот вопрос нужно также ответить было конкретно. Либо да, либо нет. И мы видим, что здесь Петр, он от всего сердца говорит, «Да, Господи, я люблю Тебя». Но когда читаешь это место, возникает вопрос, «Ну хорошо, это слова, это слова, любишь ли меня?» А чем можно подтвердить, что я действительно люблю Иисуса Христа? Ну, допустим, если бы вам сейчас, братья и сестры, задали такой вопрос. «Любите ли вы Иисуса?» Чем бы вы могли подтвердить, что я действительно его люблю? И мы понимаем, что вопрос непростой. Правда? Но он требует конкретного ответа. Либо я люблю Иисуса, либо нет. Вы знаете, любовь ко Христу – это не чувство, которое нас переполняет. Хорошо, когда они есть. Но любовь ко Христу – это конкретное действие, которое мы подтверждаем, что мы его действительно любим. Например, Писание, оно нам открывает некоторые моменты христианской жизни, которые подтверждают, что мы действительно любим Христа. Ну, например, отношение христианина к миру. В зависимости от того, как христианин относится к миру, это может быть подтверждением его любви к Иисусу Христу. Вы знаете, у апостола Павла был один сотрудник. Я думаю, что сотрудник очень неплохой. Звали его Димас. Знакомое имя? И в одном из посланий он даже привет передает от Димаса. Ну, вроде неплохо. А потом проходит какое-то время, и апостол Павел, он с таким сожалению и горюча говорит, Димас меня оставил. А что случилось? А Димас возлюбил нынешний век. Понимаете? Вот любовь к миру, любовь к миру, она затмила любовь ко Христу. И человек, он ушел от Бога. В нашей жизни бывает очень много таких моментов, с которыми мы сталкиваемся, и мы становимся перед выбором. Господь нас ставит перед выбором и задает вопрос, любишь ли меня? Если любишь, то ты не можешь любить это. Вы знаете, однажды я слышал такой пример. Один брат, молодой брат, увлекся просмотрами в интернете. Ну, так вот что-то ему близко к сердцу стало. Смотрел отрывки из фильмов. И причем не просто там какие-то комедии, а вот нравилось ему что-то остросюжетное. Боевики их так называют. И вот у него уже появился любимый герой такой. И вот он везде вот в интернете, вот он забьет его имя, и фильмы с его участием. И вот он раз смотрит, где-то и полностью фильм посмотрел. Вот. И настолько его это захватило все вечера, иногда даже ночи. Человек член церкви. А вот, ну так. И вот однажды уже поздно вечером интернет открывает, забивает. Опять это имя этого актера. Вот. Уже в предвкушении такое. Там человек такой очень сильный. Он там бегает с оружием, там всех расстреливает. Вот. И у него интернет кончился. Вдруг так, внезапно, на самом интересном месте, ну, вечер пропал. И он в таком разочаровании. И вот у него такое неудовлетворение какое-то внутри. Даже какая-то агрессия получилась. Ну, что теперь делать? Где, как, что, пополнить, что там, или что-то. Человек озадачился. И вдруг ему такая приходит мысль. Приходит мысль. А любишь ли ты меня? Как будто, знаете, вот издалека прилетела ты мысль. И он стал вспоминать. Петра вспомнил. Задавали ему этот вопрос. А кто задавал? Христос. И он понял, что Господь начал с ним говорить вот так в духе. А любишь ли Господа? Если любишь, то сделай выбор. И такие мысли приходят. Он вспомнил варавву. Вот стоит выбор перед человеком, перед людьми. Пилат предлагает. Изберите, пожалуйста. Что вы избираете? Христа? Или вот этого человека? И он задумался. А что я выбираю? Та Библия, Слово Божие, мой Господь, Он остался в стороне. Библия уже давно не читается. А кто на это место стал? Петр в своей проповеди говорит так. Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать себе кого? Варавву. Человека-убийцу. Да, пусть это герой, пусть это очень хороший человек, пусть он за справедливость, но он убийца. Что изберешь ты? Любишь ли ты меня? И вы знаете, с большой борьбой человек действительно одержал победу. И этим самым отношением к миру он показал, Господи, я люблю Тебя. Я люблю Тебя больше, чем все вот это. И вы знаете, друзья, мы сталкиваемся в своей жизни с такими вот моментами, когда нам действительно приходится избирать. Это не только интернет, это не только YouTube. Это множество, множество вопросов, которые перед нами стоят, и мы вынуждены выбирать. Господь спрашивает, любишь ли ты меня? Еще, друзья, где мы можем подтвердить свою любовь к Богу, это нашим отношением к церкви. Вообще, что такое церковь? Не знаете, мне всегда не нравится, когда церковь называют обществом. Вот с неверующими людьми разговариваешь, они говорят, вот там у вас там собирается общество или ваш коллектив, там, ну, какие-то мирские такие названия. Вообще, церковь – это невеста Христова. Церковь – это возлюбленная Богом. Понимаете? Вот, наше отношение к ней. Друзья, чем мы можем нашу любовь к Богу вот отношением к церкви конкретно проявить? Вы знаете, в церкви очень много труда. Очень много труда. Бог, Он так устроил церковь, что каждому, кто ее церковь наполняет, каждому члену церкви, Он дал определенный дар. Может кто-то поднять руку, что у него нет удара вообще. Если кто-то и подымет, я просто скажу, что вы еще просто не определились. Вот. А кто-то и всю жизнь не может определиться. А кто-то и не хочет. А кто-то и не хочет. Кого-то устраивает. Я пришел, отсидел, послушал, красивые пения, ну, слово там услышал для себя. И все. И я ушел. Меня не касайтесь, не трогайте. Друзья, вот это не любовь ко Христу. Это не любовь к Его церкви. Бог дал определенные дары. И, используя эти дары, церковь, она и является вот тем, чем она и есть. Вы знаете, можно перечислять очень много даров, но скажите, дети, пожалуйста. Вот вы знаете, очень редкие дары, которые Бог дает своим детям Божиим. Редкие дары. Кто может сказать? Вот, например, проповедник – это редкий дар? Да нет. Вы знаете, вот у нашего брата, который на проповедь назначает, у него целый список такой, да? Но мы понимаем, что, ну, наверное, не редкий дар. Вот. Хористы. Редкий дар? Красивый голос – это редкий дар, мы понимаем, да? Вот. Ну, хористов тоже много. Ну, а какие редкие дары? Затрудняетесь сказать, да? Ну, например, дар учителя. Редкий дар? Очень редкий. Я один раз услышал брата, который учителем служение несет. Вы знаете, слушать бы и слушать. Такой дар. А есть еще дары такие, очень серьезные. Это, знаете, есть, но их очень мало, говорят в нашем братстве, тех, которые бесов изгоняют. Вот злые духи поселяются в сердца тех, которые не бодрствуют. Или неверующие люди, не имеют защиты Божьей. И вот они поселяются там, начинают человека терзать и мучить. И вот такие люди приходят в церковь, им идти больше некуда, им никто не может помочь, ни психиатрические клиники, никто. Говорят таких людей, я слышал свидетельства, их просто, знаете, держат в камерах и закалывают их таблетками, уколами там и прочим. И ничем помочь не могут. А вот эти братья, они помогают молитвой, молитвой, служение совершают, и эти бесы выходят. Есть еще один очень редкий дар, дар вспоможения. Вы можете со мной согласиться, что это редкий дар? Вот как вы думаете, если бы все проповедники вот этот дар имели, вспоможение, и хористы, хорошо бы было в церкви? Вы знаете, действительно, это очень редкий дар, потому что это очень трудный дар. Я разговаривал с одним человеком, ну, потом разговаривал, когда ближе с ним так общаться стал, он говорит, что когда он пришел в церковь, ему Бог положил на сердце участвовать именно в нуждах святых. Он говорит, я так воспринял дар вспоможения, вот, и решил вот так жить, так жить. И вы знаете, я удивился, но я сначала не знал, что он так для себя определил, а когда близко с ним столкнулся, я думаю, какой хороший дар. У меня была стройка, стройка дома, вот, но прежде чем стройку начать, надо было старый дом разобрать после пожара. Вот, а он незадолго до этого попал в очень серьезную аварию. На машине попали под фуру, и он не ходил вообще. Передвигался на инвалидной коляске, потому что две ноги были настолько сломаны, что там железо, там было столько же, сколько и, наверное, костей. Там косточки собирали. Вот. Ну, вот пришел он ко мне на костылях и говорит, давай я тебе буду помогать. Я так на него посмотрел, думаю, интересно, помогать он мне будет. Чем он мне поможет? Чем? Я смотрю, братья молодые пришли, они там что-то носят, все такие бегают, так быстро все движется, все строится, а он на костылях. Вот. Ну, пришел, пришел, ладно, давай помогай. Вот. Он взял шуруповерт и пошел. Со старых где-то досок, откуда-то с других мест, он стал выкручивать саморезы. Выкручивает саморезы и складывает их в баночку, почистит их в баночки, там складывает в железные баночки, вот и складывает их. Вот. Я смотрю, одна баночка появилась, вторая, третья, их много. Я думаю, ну, человек чем занимается? Ну, чем занимается? Ну, саморезы выкручивает. Да зачем ему нужны эти саморезы? Вот. Ну, не до саморезов, там надо крыши делать, а он саморезы выходит из старого этого, выкручивает. Ну, вы знаете, построили дом, хватился, надо что-то прикрутить. О, вспомнил, а у меня там баночки с саморезами есть, я туда. И вы знаете, каждый раз, когда я шел за этими саморезами, я его вспоминал. Думаю, ну, как хорошо, что у меня они есть. На протяжении четырех лет, практически четырех лет, я не знал, что такое пойти в магазин, купить эти саморезы. Последний раз я с благодарностью о нем вспомнил, когда у меня саморезы кончились, я пришел в магазин, чтобы их покупать, и я увидел, сколько они стоят. Понимаете? И я тогда понял, что вот кажется, вот это малейшее дело, которое брат сделал для меня из любви к Богу, сколько оно принесло пользы. А такого труда в церкви очень много. Кто-то форточки закрывает, кто-то цветы поливает, кто-то на дежурство приходит, кто-то еще какими-то делами занимается, и мы это вроде бы и не видим, не видим, но, братья и сестры, вот это наше малейшее какое-то дело, какая-то тихая молитва за закрытой дверью, она говорит о том, что мы любим Бога, мы любим Иисуса Христа, и этим самым мы доказываем свою любовь к Нему. Поэтому, друзья, пусть наши руки не ослабевают. Всякое наше дело, оно есть именно проявлением любви к нашему Господу. Ну, еще, друзья, проявление любви к нашему Господу Иисусу Христу это проявление любви к нашим ближним. Вот Господь, Он так сказал, «Кто любит Меня, соблюди заповеди Мои». А какие заповеди? Их две. Вот она как раз одна – любовь к Богу, а вторая – возлюби ближнего своего, как самого себя. И вы знаете, друзья, у нас возникает сразу вопрос, а кто мой ближний? А кто мой ближний? Я вспомнил одно место, когда к Иисусу Христу подошел человек и Он так сказал, искушая его, ну, какие наибольшие, наивысшие заповеди в законе? Иисус ему ответил, «Возле бы Господа Бога и ближнего, как самого себя». Вот. А Он, желая оправдать себя, говорит, «А кто мой ближний?» Я задумался и думаю, ну, а что значит, желая себя оправдать? То ли лукавство свое, то ли что еще? А потом такая мысль пришла, я думаю, что, может быть, у этого человека были с этим проблемы. Он не любил своих ближних, Он никому ничего не помогал, ничего не пытался сделать для ближнего своего. И теперь, чтобы себя оправдать, ну, можно это так перефразировать, по-другому посмотреть. Я готов, готов любить ближнего своего, ну, а где его найти? А кто он, этот ближний? И там, вот эта притча была произнесена Господом о добром саморенении. То есть, ближний – это кто? Это тот, который нуждается в милости. Тот, которому нужно оказать милость. Это не обязательно, это не обязательно, друзья, братья и сестры. Это могут быть люди, которые просто воле случая, или Господь специально как-то их нам посылает, чтобы мы могли оказать им любовь. Господь говорит так, что мы должны это делать. И люди, когда видят наше вот это доброе отношение к ним, они действительно говорят, да, это верующий человек. Это верующий человек. Вы знаете, однажды у меня получилось так, что поздно вечером пришлось ехать в магазин, хватились, хлеба нет, а где? Все магазины закрыли. Ну, пришлось ехать в ночной магазин. Подъезжаю, захожу, смотрю, возле входа сидит бедный человек. Сидит прямо на асфальте. Ну, понятно, что что-то просит. Ночь. Я зашел в магазин, думаю, сейчас хлеб куплю, выйду. Это мысль такая, ну, человек милости просит, ну, надо помочь как-то. Ну, купил там хлебушка, еще что-то немножко, молочка ему взял. И вот выхожу, я подхожу к нему, я говорю, ну, возьмите, пожалуйста, вот Христорадия. И положил ему. Вот. А он так на меня серьезно посмотрел, я смотрю, у него в глазах, знаете, вот как вот глаза заблестели. Он говорит, а ты правда в Иисуса веруешь? Я говорю, ну, если бы я не верил, я бы к тебе не подошел. Вот. А потом задумался и думаю, действительно, если мы любим Иисуса Христа, то мы не можем пройти мимо человека, нуждающегося, человека, который, который ждет от нас какой-то помощи. Друзья, братья и сестры, давайте мы посмотрим вокруг себя, не только здесь в церкви, а там, где мы живем, там, где мы учимся. Вы увидите, если посмотрите внимательно, несчастных людей, которые умирают от тоски, у которых на душе плохо, которые нуждаются в этой помощи, в нашем внимании, а может где-то в конкретном действии. И если мы это делаем, это является подтверждением нашей любви к нашему Господу. Поэтому, да благословит нас Господь, братья и сестры, мы об этом помолимся, чтобы нам со своей стороны всеми силами любить нашего Господа и конкретными делами это подтверждать. Аминь. Мы помолимся.